Еще одни борцы с непогодой работают на этом снегочистительном трамвае. Руслану и Виталию иногда приходится целые сутки рулить такой машиной. Виталий Горлыгин по-своему знаменит. Последние 10 лет он управляет прогулочным трамваем, но сейчас расчищает заснеженные пути. А вот на Руслане все хозяйство. Раньше ремонтировал технику свою и друзей. Теперь разгребает проблемы другого масштаба. В экипаже он отвечает за борьбу со снегом, помогает в этом веник и обязательно острый ломик, чтобы переключать стрелки. Если дела совсем плохи, в дело идет лопата. Переключать стрелку зимой работа непростая, а на кольцевых участках пути и побегать приходится. Все равно лед есть. Все равно для подстраховки убираем. И опять то же самое в производе. Вот камушек лежит. Он может помешать стрелочному переводу. Вот так очищаем до самой вот этой крестовины. Вагон не тронется с места, пока Руслан не переключит стрелку или не прочистит забившийся ковш. Всего таких составов 9 на весь город, но снег очищали в этом году только 8. В Горэлектротрансе говорят, сейчас с расчисткой путей особых проблем нет. На прошлой неделе было тяжелее. Работа, она практически не может быть механизированной. Приходится ее выполнять вручную, с вышек, с вагонной, специальные вставки ставятся. И больше никакой механизации. Поэтому это была, так скажем, первая сложная работа, которая нам предстояла, с которой я считаю, что наш коллектив справился, потому что все маршруты были очищены. Очистили их такие вот простые работяги. Катались на снегоуборочном трамвае Юрий Гальченко и Игорь Гвоздев. Телекомпания САТВ.